Всего 25 лет назад был первый лазер. Сегодня мы говорим о лазерной эпохе, читаем определения во всех словарях и понимаем, что заставив излучать атомы и молекулы, получили в руки удивительный инструмент, необходимый сегодня почти во всех областях жизни. По заявкам, только ведущие отрасли промышленности нуждаются в нескольких десятках тысячах установок для сварки материалов, сверления, резки, то есть речь идет о технологических лазерах. Они должны быть мощными и компактными, стабильно и долго работающими. Вот вы сейчас видели, как заменили в установке кристалл. И на глаз видно, а сотрудники лаборатории подтвердили, мощность сразу возросла в три раза. Научились создавать, или правильнее сказать, выращивать, вот здесь новые материалы. В них атомы и молекулы способны работать значительно эффективнее. В руках мощный генератор энергии. И один из создателей первого лазера, академик, лауреат Ленинской и Нобелевской премии Александр Михайлович Прохоров со своими коллегами и учениками, считает, что именно твердотельные лазеры, то есть лазеры с кристаллическим, а не жидким или газообразным сердцем, будут основными работниками на производстве. Александр Михайлович, а вы предполагали вот такое вот развитие ваших работ по лазерам? Ну, естественно, никто не предполагал, что лазерий займут такое большое место в нашей жизни. Хотя все понимали, что это великое открытие. Но что оно может дать человечеству, это, конечно, никто не мог предвидеть. А как бы вы определили, на каком этапе вот сегодня находится эта работа, которую мы видели? Работа эта продолжается как в фундаментальном плане, это совершенно неизбежно, иначе завтра нечего будет внедрять людям, которые занимаются этим. И одновременно мы заботимся о том, чтобы наши фундаментальные разработки как можно быстрее дошли до практического использования. Дело в том, что фундаментальным исследованием надо заниматься непрерывно и не прерывая. И тогда непрерывно у вас будут выходить и прикладные работы, имеющие большое государственное значение.